Хе-хе, ребята, здорово всем! Вы на канале Ясгеймстрит, с вами Рауль, и мы продолжаем проходить Соденстрайк 4. У нас пятая миссия за англо-американцев, Орденская операция. Давайте, погнали. Эльзенборгский хребет. Орденская операция, также известная как наступление в Орденах. Это немецкая операция, которая начала 16 декабря 1944 года и продолжалась в течение месяца в Орденских горах, в Бельгии и Люксембурге. Ее целью были захват Антверпена, чтобы помешать союзникам, используя его глубоководный порт и разделение американской и британской армии. В основе операции лежали несколько критериев. Неожиданность, пасмурные погодные условия, позволяющие нейтрализовать превосходство союзников в воздухе. Быстрое продвижение и захват поставок топлива союзников по пути немцам удалось держать в тайне сведения о наращивании сил. И первая атака из засады была очень успешной. Тем не менее, успешные погодные условия и неистовые сопротивления американских войск замедлили, а затем и остановили натиск. Хотя, в конечном счете, поставленные цели и не были достигнуты, наступление поколебало веру Верховного Командования Союзников в то, что немцы уже сбиты. Так. Умар Брэдли, оставим его и возьмем... Думогенератор? Думогенераторы. Погнали. Установите разведпост в деревне и наблюдайте за районом. Погнали. Интересно, это та же карта, да? Которая была в компании за Германию. Ордаянская операция, декабрь 1944 года. Мы потеряли радиосвязь со штабом. Последний приказ был установить разведпост в деревне. Солдат, за дело. Погнали. Займем это домик. Нравится, как они все это дело визуализировали, если детально так красиво. За это респект. Оставайтесь и наблюдайте за районом. Так, огонь по готовности убрал. Но, похоже, они здесь располагаются. Да, да. Господь всемогущий. Да там вся немецкая армия на марше. Нужно вернуться и доложить сержанту. Поспешите вернуться к другим. Уже сделаю. Таргет в сайте. Хорошо, что потом. Держать позицию. Удерживать позицию. Инфанция готова? Продолжение следует... Давай! Афирмативно! Хостелый унис споттят! Торгет уничтожен! Объекты, сэр! Хорошая работа, солдаты! Они драпают как... Кто это за шум? Так... Они танками идут? Вот что это за шум! Мой дорогой! Ага! Танки приближаются! Нужно добраться до наших позиций раньше немца! Медик двигается! Да, сэр! Давайте держаться этого густого леса! Инфанция двигается! Да, сэр! Да, сэр! Нужно добраться, сэр! Инфанция готова! Давай! Инфанция двигается! Ордеры... Афирмативно! Медик двигается! Инфанция, на движение! Инфанция готова! Инфанция, на движение! Инфанция, на движение! Ну все, практически тоже выполнили! Как раз займем эти... Против-танковые пушки! Черт возьми! Да где вы все? Тащите свои ленивые задницы к орудиям и готовьтесь! На нас идут танки! На нас идут танки! Готовы для борьбы! Давай! Да, сэр! Окупы! Инфанция готова! Инфанция готова! Инфанция готова! Инфанция готова! Да, сэр! Какие ордеры, сэр! Да? Попробуй! Поехали, сэр! Встреча с огнем! Встреча с огнем! Да, сэр! Нет, сэр! Нет, сэр! Да, сэр! Нет, сэр! красиво очень даже красиво еще три танка ух ты здесь у них целая танковая дивизия что ли Сигар 2 даже здесь у них есть как скажете все отступаем ребята все погнали все сюда да принципе оставаться было бы тупо потому что здесь у них тигр был не только целый танковый батальон блин а вот он не был бы сделать бактериовку блин то ладно пусть идут так на торе поступил мог бы в бронетран партизу засунуть армию сделать бактериовку блин да ладно это непрофессионально хотя можем отступить и взять их они очень медленно идут очень в эту снежную погоду они скоро прибудут готовьте оборону ставьте противотанковые мины нужно их отбросить сейчас я буксировку сделаю все ребята взяли идемте сюда все займем окопы все что это здесь у нас автомобиль снабжения ремонтные автомобили станки построятся так автомобиль снабжения тоже встанут так ну он не придвигается мужик не успели жалко да ладно да ладно да ладно все все Трансфор готов. Трансфор готов. Трансфор готов. Трансфор готов. Готово, сэр. Да? Понял. Температура оплачивается. Медик, да, сэр? Да? Да? Ремонтный автомобиль. Сзади? Да, сэр. Ну, пусть все копаются. А, блин, для танка уже нету. Где-то, сэр. Подождите. Переходим? Да? Встреча снижены. Встреча снижены. Ага, пошли. Трансфор готов. Встреча снижены. Встреча снижены. Встреча снижены. Переходили. Встреча снижены. Встреча снижены. сигар разве я бы сказал отлично с обеих сторон идут войска нужно держать оборону любой ценой все контроля эти базы тоже придали так танки на новая поддержка с воздуха используйте ее с он по периметру авто без снабжения ремонтники допустим что он сзади координаты сэр аформинив с каман я сэр и локеринга вот это координаты вот пехотинцы я поймали сюда займемся купе и не урсер так половину здесь здесь половина здесь все дожидаемся очередной атаки наших недругов давайте я возьму эту пушку и поставлю куда-то сюда по центру артиллерии дали подкрепление земная не дать до воздушное подкрепление дали штурмовики это пехоты пойдут по-доброму здесь тоже артиллерия буксирующие да пушки окопаются отлично и самолет уничтожен к черту и гидрини пение отлично пошли отсюда артиллерии артиллерии ага что за артиллерия сразу уничтожили наше а если тоже что-то двинул с местом наверное на нас будет танк тигр я блин мне нравится как он выглядит мощно на три танк так авто и снабжение давайте отправим сюда или здесь есть авто и снабжение не артиллерии вот тигр тот самый офигенно в принципе парни справляются я не думаю что поддержка с воздуха нам нужно ну типа что они нам дали одно штурмовик гадались и два разведчика у нас имеются а это что такое вере блэйвит изданная пушка все там честно пойдет на эту позицию а уже напали офигенно 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 бесполет кое-что ухты сколько здесь у них moto нужно атаковать сейчас пока к противнику не подошло подкрепление начинайте контратаку уничтожьте врага если собрались с пойдем контратаковать борьбе 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 небо абсолютно чистое доступна новая поддержка с воздуха используйте ее с умом слушай как раз давайте на это штурмовики блин ну ладно вот их тоже вызовем все обстреляют их всех так у нас две группы армии давайте всех назначим в первую вот этих парней назначим всех во вторую отлично ухты тяжелый тигр прокачивая ухты а а а и а и а и и и и и Пифот остался. Ну что-то, в принципе. Ладно, рано говорить, может, еще встретим сложную миссию. Две недели назад мы были уверены, что нашли спокойное место и можем немного расслабиться. Мы и не думали, что на наш лагерь в Орденах могут напасть, так что я разрешил уставшим солдатам немного отдохнуть и поставил в дозор новичков. А потом погода изменилась, и вместе со снегом на нас обрушились фрицы. Рано утром 16-го числа мои люди заметили первый немецкий отряд. Пехота, тигры, пантеры. Казалось, что Германия бросила против нас все, что у нее осталось. Мои люди быстро поняли, что бой намечается серьезно, и действовали, соответственно, отважно сдерживая силы противника. Я очень ими горжусь. Первая атака немцев сильнее всего ударила по людям Брэдби. Его тактика помогла удержать позицию, но пока он защищался, многие его полномочия передали Монтгомере. Думаю, он был в ярости. Понятия не имею, чего фрицы хотели добиться этой атакой. Как не могу и понять, откуда у них такие резервы. Мы уничтожали их сотнями, а они все продолжали наступать. Хотя в их рядах я видел и тех, кто годится мне в деды, и тех, кто еще, наверное, даже школу не окончил. И все они умирали движимой преданностью, или скорее страхом перед своей родиной, которая давно плюнула на каждого из них. Да, ребята, действительно, здесь все было и так. Немцы уже мобилизовали стариков, детей. Кстати, можете посмотреть еще фильм «Ярость». Там играет этот, Брэд Питт, там тоже про все это. Западный фронт, они танками продвигаются по французским городам. Тоже интересно. Так, ребята, следующая наша миссия. Рейнская операция, последняя, финальная. Вот, ну, давайте посмотрим, перед тем, как попрощаться, кадры исторических хроники. Так, голландская операция. Операция «Маркетгарден». Проходила с 17 по 27 сентября 1944 года. Главным образом в Нидерландах. Объединенная операция состояла из десантной части «Маркетг» и наземной части «Гарденг». Задача операции – обойти линии обороны немцев и помочь британским и американским войскам как можно скорее войти в Германию. За первые четыре дня операции «Маркетг» в тылу врага высадилось почти 40 тысяч парашютистов объединенных сил союзников. По сей день это крупнейшая высадка воздушно-десантных войск в истории. Несмотря на все усилия, немцы смогли отбить атаку и нанести большой урон силам союзников. Да, по-моему, это та операция была, которая, типа, провалилась. Ну как провалилась? Прошли мы ее, но она потерпела крак, да? Да, исторически. Так, «Орденская операция». 16 декабря 1944 года. В 5 часов 30 минут германский рейд начинает операцию «Осенний туман». Более известную как «Орденская операция». Немцы развернули атаку на линии фронта длиной 130 километров. Их цель – отбить у союзников «Антверпен» и таким образом отрезать важнейшую линию снабжения. Начало операции было успешным, но вскоре из-за обильных снегопадов продвижение немцев сильно замедлилось. В феврале 1945 года союзники начали ответное наступление, в результате чего операция «Осенний туман» завершилась провалом. Потеряв почти 70 тысяч человек, Германия сильно сдала позиции на Западном фронте. То, что начиналось как попытка спасти германский рейх, в итоге лишь приблизило его к раме. Ну да. Ладно, мои дорогие, продолжим следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Если есть и дату, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok